Рок жив, а русский рок живее всех живых. В прошлом году группа Агата Кристи отметила свое 30-летие, а в этом приехала с новой программой в Крым. И, конечно же, мы пообщаемся с музыкантами. Добро пожаловать в Крым, очень рада вас видеть здесь. Это правда, что Крымский полуостров – одно из ваших любимых мест для выступления? Совершенно верно. Ну, вообще меня как-то связывает посещение Крыма. Вот сразу же после всех этих знаковых событий я здесь оказался одним из первых. Ну и какое-то особое тепло. То есть я и раньше здесь был, а первый раз я переехал в Крым еще. Агата Кристи была совсем молодая, юная, можно сказать. Нам было всего год от роду, это был 89-й год. И здесь такая была сборная концерта большой, шоу в стиле детектив. Вот выступал Ермольник, выступал кто-то еще, такой Гафт выступал. То есть там и сцены были, и театр. И выступает Агата Кристи, потому что, ну, детективное название. Вот, с тех пор неоднократно мы в Крыму бывали, жили в разных странах. И, кстати, еще до этого я бывал, это уже как артист побывалось в 2009 году. А до этого я сюда студентам приезжал. А вот в период конца 80-х, вот середины 80-х, мы после стрелок отрядов обычно уезжали куда-то на юга. И посещали здесь. Жил я в Алушке, и в Алушке часто останавливался. Естественно, в Ласточкино-Гнездо. Как же без этого романтического места. Вот, поэтому, конечно, Крым я знаком, и здесь очень-очень тепло. Отдыхать вы предпочитаете где? В Крыму или, может быть, там, за границей где-то? Ну, вы знаете, у меня нет какого-то предпочтения вот в отдыхе. Я стараюсь отдых делать содержательно. То есть просто так лежать и отдыхать на море у меня как-то вот на пляже мне не очень интересно. Потому что в Крым я в 15-м году, в 16-м году я поехал на своей машине и путешествовал здесь. Вот все лето практически. Тикарем? Вас можно было встретить на пляже где-то? Можно было, да. Ну, мне было именно это любопытно. То есть узнать, Крым, какой он глазами туристов, как он изнутри. Я наблюдал динамик. Я тут несколько раз бывал в течение этого времени. Наблюдал динамик изменений, смотрел, как люди, вот как они становятся интегрированы в всю систему. Это уже не просто все, да, и ментальность меняется, и все по-другому чуть становится. Ну, мне показалось, что в целом, понятно, что не без сложности, но все как-то двигается в правильном направлении. Мы еще довольны, что вы к нам приезжаете с гастролями частенько. Вот в прошлом году вашей группе исполнилось 30 лет, и на самом деле это огромная дата для музыкантов. И многие уже сошли со своего пути, а вы по-прежнему на плаву. Как вы считаете, сейчас рок в России жив? Ну, вообще рок-музыка, как жанр, прошла несколько путей развития, как и все жанры происходят. Сначала это революционный жанр, потом, то есть это такой для избранных, для всех, он немножко дискомфортный для массовой культуры. Потом это становится массовой культурой, и этот период, в общем-то, мы тоже прошли. А потом уже академической. То есть сейчас, в принципе, сходить на концерт какой-то такой вот именитой 30-летней группы, это почти что на академический концерт сходить. Ну, значит, так тому и будет. Но могу сказать, что у меня сейчас происходят две параллели артистических жизней, творческие. То есть, с одной стороны, я продолжаю возить песни, любимые всеми, группу Агата Крести. А с другой стороны, вот сегодня на концерте будет представлен такой сегмент из моих новых композиций, которые уже можно найти на электронных площадках, на радио они уже звучат. И в будущем году мы уже привезем новую программу. У нас сейчас в процессе подготовки. Ну, мы понемногу включаем сегодняшний концерт. Надеюсь, что крымчанам понравятся и мои новые песни тоже. Зачастую мы как-то вот с такой легкой иронией смотрим на то, что было раньше, на свои результаты, своего труда. А вы как-то сказали, что для вас важно то, что вы делали именно в юношеские годы. Вот почему для вас так важно? Почему вы обращаетесь к тому творчеству? Ну, я считаю, что дело в том, что творчество – это проявление меня тогдашнего. И хорошо, что есть записи, да, вот люди, редко кто из нас ведет дневники. Что касается артистов, то наши песни – это наши дневники с юности. Поэтому, когда мы их вот даже каждый раз, когда я их пропеваю на сцене, я снова возвращаюсь немножко в то состояние. И любой вам недоученный психотерапевт скажет, что это очень полезно сделать. Вспоминать, кем ты был, что ты переживал, и что-то в себе менять вот таким образом. То есть, прощать какие-то ошибки свои, пестовать свои сильные стороны, обращать внимание, почему что получается, не получается. Вообще, я считаю, что человеку важно знать, что такое человек. Мне, обращаясь в прошлое, у меня возникает понимание, что я и куда я двигаюсь. Поэтому мне действительно это интересно. Ну, и, конечно, я вижу будущее тоже, естественно. А что еще вас вдохновляет? Вот последняя книга или фильм, которые стильное впечатление на вас произвели? Вы знаете, у меня нет какого-то определенного культурологического впечатления, что ли. Но, наверное, то, что меня больше всего вдохновляет, это понимание того, что мир находится в достаточно критической ситуации сейчас. Ну, весь мир наш, вся наша планета Земля. И сейчас, ну, понятно, что очень много людей и очень несправедливо распределены ресурсы. И очень по захватнически человечество и промышленность человеческая относятся к планете. И, ну, мне кажется, что мы сейчас стоим на пороге начала понимания этих вещей. И вполне возможно, что в ближайшие несколько десятилетий человечество все-таки поймет, что решать войнами конфликтные ситуации бесполезно, бесперспективно, и что черпать ресурсы из земли невосполнение тоже бесперспективно. И что нам нужно пестовать жизнь, а не смерть. Призываем к миру во всем мире. К миру внутри человека, внутри себя. Мир во всем мире начинается с мира внутри себя, в каждом человеке. С тех пор, как я была ребенком и слушала вашу музыку, вы не изменились практически вообще. Обычно я этот вопрос задаю женщинам, но все-таки как вам это удается? Ну, я просто очень люблю, чем занимаюсь. И, ну, я действительно ориентирован все-таки на сегодняшний момент, на завтрашний момент. Обычно мы начинаем стареть, когда вот мы начинаем вдруг жить в прошлом. Человек начинает стареть, когда он считает, что у него все состоялось, что впереди ничего не будет, и тогда процесс молниеносный случается. Настоящее подлинное творчество есть в каждом человеке, это умение мечтать о чем-то, ставить задачу, двигаться к этой цели. И вот пока мы живем вот этим творческим вдохновением, мне кажется, мы всегда молоды. Спасибо огромное, что вы приходите, и очень вас люблю. Мы вас тоже очень любим, приезжайте почаще в Крым. Друзья, сегодня мы с вами оказались на море, причем это море находится в Симферополе. Подождите, чего вас не хватает? Так лучше. Собственно, человек, который все это создал, всю эту красоту. Пожалуйста, я просто невероятные какие-то декорации, куклы... Подождите, все-таки придумывал, а цеха воплощали. Да, цеха воплощали. Почему именно так вы увидели постановку? У нас получается такой небольшой остров. Остров, где есть море, пляж и вот эта наша таверна. И, в общем-то, это основное место действия. Здесь она очень по-разному работает. Ух ты, тут все открывается, да? У нее открывается, здесь окошко. В каждой комнате, я сейчас покажу, вот здесь. Вот здесь вот так открывается. Ух ты, тут здесь, в общем-то, все двигается. Это куклы, они шарнирные. Можно потрогать, да? Да, можно потрогать. Слушайте, ну и такие. У них все двигается, каждый сустав, все подвижно. Вот, абсолютно все. Мало того, что подвижно, у них такие, мне нравятся лица, они полностью все-таки вот одухотворенные, да? И такое ощущение, что она, правда, живая. Я поняла, что я не в те куклы в детстве играла. Это просто Барби в подметке не годится вот вашим куклам. И они действительно необыкновенно красивые. А, ну, на самом деле, завтра уже премьера спектакля, да? И сейчас у вас последнее приготовление. Я понимаю, что наша съемочная группа вам немножечко, может быть, даже и мешает в некотором смысле, но нам хочется все посмотреть и показать все телезрителям. Вот что сейчас происходит? Смотрите, у нас художник спектакля задумала так, что эти куклы выражительные, в которых мы все влюблены, они еще оживают, как мультфильм. То есть у нас есть принцип анимации. Мало того, что у нас артисты управляют этими куклами, и если немножко нивелировать руки живые актеров, то получается, кукла живет прям как в мультфильме. То у нас еще это подчеркнуто и проекцией, которые как крупный план. То есть сюда что-то еще будет выводиться, да? А как это будет выводиться? Это как крупные планы главного персонажа. Саша, вот включи проекцию, пусть увидят ребята, как это происходит. Вот, например, оживает наша героиня. Это два в одном. Это уже театр кукол и кино Стивен Спилберг. Это нормально. В сегодняшний век это очень частый прием, используемый в театре. Друзья, ну, собственно, актриса театра Светлана Усанина. Я тебе признаюсь честно, всегда, когда была вот ребенком, смотрела подобные спектакли, мне хотелось принять в этом участие. Не может быть! Серьезно! И вот настал тот момент, когда я могу это сделать. Сложная? Благодаря мне. Благодаря тебе. Ты сейчас осуществишь мою детскую мечту. Класс! Давай сделаем это! Давай сделаем это! Открываем, в нем сидит. Та-ра-ра-ра-рам! А-а-а! Вот так, сняли, не снимаем. Да, это хорошо. Сидит у нас персонаж Анна, Анди Верия, 38 лет, она красотка. Одна из главных героинь. И она здесь прячется в этой таверне от якобы неизбежной старости, которую ее настигают. А, во-первых, она постоянно привязана к своему кресле-качалку, потому что она считает, что она уже настолько стара, что... 38 лет, конечно, не шоточки. У меня есть такие штучки. А-а-а, вот оно что-то! Как вы мне все надоели! Я это беспокойно, беспокойно. Глаза мыть тебя нет. Ну, уходи, ты с камеры ко мне подходишь. Давай-давай, подходи отсюда. Нет-нет, подходи-подходи. Туловище крепко держим, чтобы... Все, я поняла. Я записировала, и получим голову так. Да. Она посмотрела прямо в камеру. Опять стынет, но это невозможно. Это невозможно. Что, получается? Да, мне нравится очень. Ну, все, Ксюша, завтра спектакль. Да, я тебе введу. Ты... Да, там немного слов. Я могу, да, я там что-нибудь придержу. Все, у меня завтра выходной! Ну, а ты вместо меня культуру. Итак, дорогие наши зрители, мы сняли сюжет о Театре Кукол. Спасибо за внимание, до новых встреч! 15 февраля Симферопольский Театр Кукол познакомит зрителей с одним из самых красивых произведений итальянского писателя Александра Борико «Море-океан», по мотивам которого поставлен новый спектакль. Словно легкий эскиз, который рисует морской прибой, из ниоткуда появляется таинственная таверна «Альмайр». Она стоит на самом краю земли, у кромки моря. В эту таверну попадают то ли люди, то ли призраки. Сочетание реальности и вымысла переплелись настолько, что границы полностью размылись. Начало постановки в 16.00. 13 февраля на сцене Музыкального театра Крыма спектакль «Валентина в день» по пьесе модного драматурга Ивана Вырыпаева. В главных ролях Евгений Стычкин, Ольга Ломоносова, Агриппина Стеклова. Трио главных героев предстоит перед зрителем сразу в трех возрастных ипостасях. Хохот в зале не умолкает ни на минуту. Комедия? Еще какая! Но умная, тонкая и без пошлости. Начало постановки в 19.00. В четверг на основной сцене Русского драматического театра имени Горького премьерный спектакль «Сезон любви». Это музыкальная комедия, события которой разворачиваются в 70-е, года прошлого века. Главный посыл постановки – не унывать, ведь мир полон красоты. Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами. Начало спектакля в 19.00.